Еще в начале сентября в муниципалитете стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа, одного из самых опасных вирусных заболеваний. Активно идет иммунизация детей в образовательных учреждениях и взрослых в районной поликлинике и амбулаториях. Помимо того, что мы прививаем во всех поликлиниках, школах и садах, то у нас еще и будет мобильная бригада, которая будет установлена на станции Расторгуева. Могут обращаться все жители, прикрепленные к нашим поликлиникам, при себе иметь нужен будет паспорт, полис. Вот такой мобильный пункт ВРКБ будет дежурить у железнодорожной станции Расторгуева 7 дней в неделю вплоть до декабря. Здесь можно быстро сделать прививку с утра с 8 до 10 часов по вторникам и четвергам, по вечерам с 17 до 19 в остальные будние дни и в выходные с 11 до 13 часов. Главное, чтобы человек пришел здоровый, в это время не болел каким-то вирусом, заболеванием, без обострения хронических заболеваний. Для людей, которые часто болеют гриппом, желательно делать прививки ежегодно. Противопоказания только одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав вакцины. Тем же, кто не страдает от аллергии, можно смело прививаться. – Готова делать прививки? – Готова. – Аллергийные лекарства есть какие-нибудь? – Нет. – На яичный белок? – Нет. – Обострение хронических заболеваний? – Нет. – В настоящий момент температура есть? – Нет. – Асмаркорла не болит? – Нет. – Я тебе еще не делаю прививку. Екатерина Шакурова тщательно следит за своим здоровьем регулярно, посещает поликлинику и делает все необходимые прививки. Она была приятно удивлена, когда узнала, что теперь привиться от гриппа можно просто по дороге на работу. – Я считаю, что это очень удобно, потому что я вот лично шла на работу, шла мимо, увидела машину, подошла, спросила, узнала, что делают прививки от гриппа. Я в этом году еще не прививалась, так прививаюсь ежегодно. Ну и, собственно, вот по пути на работу сделала. Всем советую. Мы тоже воспользовались возможностью защитить себя от опасного вируса и сделали прививку. – А потом как? Мне как-то нужно специально за ней ухаживать? Не мочить, не тереть? – Нет, мочить нужно, тереть не надо, давить не надо. В этом году от гриппа прививают трехкомпонентный вакцинный сови-грипп российского производства. На данный момент почти 17 тысяч жителей муниципалитета уже сделали прививки от этого опасного заболевания. Медики ожидают, что в этом году их число достигнет 44 тысяч. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Финнет-В.